Альтера Парс с Марией Киселёвой 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 механизм, работающий как в хороших ситуациях, когда нам нужно приспособиться к какой-то не самой приятной ситуации. Есть, конечно, и минус, что мы быстро и к хорошему привыкаем, тоже адаптируясь. Но у нас есть время и дать себе это время на то, чтобы адаптироваться, приспособиться к новому такому сезону. Ну вот есть теория 21 дня, что в течение 21 дня формируется привычка и за 3 недели, в принципе, можно полностью перестроиться. Насколько это? Это для всех подходят такие рецепты? Или у каждого индивидуальный подход? Да, конечно, у каждого свой подход. Это такая, скорее, маркетинговый ход, чтобы мы могли на что-то опереться. Для кого-то действительно совершенно все происходит естественно, и достаточно недели там, а то достаточно рабочей недели, то есть это 5 дней. Кому-то нужно больше времени. Ну, скажем, что 3 недели, месяц — это уже максимум, который требуется в данной ситуации, совершенно, скажем, штатный, который повторяется из года в год, чтобы вернуться в прежний режим. Опять же, и для психики, то есть понять, что жизнь продолжается, и можно получать радость, в общем-то, не находясь где-то на отдыхе, а находясь у себя дома и на работе. И для тела, когда есть, повторюсь, вот этот вот режим дня. И здесь очень важно сейчас этот режим установить, повторюсь, придерживаться его, не отступая, в том числе, не очень сильно отступая выходные дни, потому что иначе мы будем опять возвращаться в лето, а потом в понедельник срочно возвращаться назад на работу. Вот, а как отоспаться в выходные, дать себе волю? Ну, отоспаться, но не так долго, то есть там, ну, на часик, на два, не то, чтобы там весь день проспать, и опять у нас, особенно это, ну, будем про детей потом отдельно говорить, но для взрослых это так же. Поэтому поспали, мы должны понимать, что организму действительно это не нужно, там, более того, какой-то слишком продолжительный сон, он вреден. Потому что когда мы пытаемся часто следовать за своими благими намерениями, вот, там кажется, что они действительно благие, но они идут во вред. И в помощь идет наше рациональное мышление, которое нам подсказывает, что то, что нам кажется хорошо, на самом деле, оно только будет усложнять ситуацию и не приведет нас к желаемой цели. Ну, значит, режим. Это режим питания. Мы понимаем, наверное, что, я не знаю, я много слышала таких историй, что как раз в отпуске, именно в летнем отпуске, когда долгий отдых, многие переходят на такой здоровый образ жизни, правильно питаются, овощи, фрукты, лето, море, активность. И практически, даже, может быть, чаще, чем перед Новым годом, обещают себе, вернувшись в город, если мы говорим о городских жителей, продолжать вот такой же правильный образ жизни. И вдруг наступает вот этот холод, и уже хочется не яблочко, а бутербродик. Нет, а потом мы возвращаемся на работу, у нас перекусы все набегают, если успели в лучшем случае. А так мы прибегаем домой, и уже поздно вечером, таки открываем холодильник, ну, здравствуй. Вот, да. И, соответственно, то же самое и с периодами питания, потому что, когда мы на отдыхе, у нас обед, завтрак, ужин, достаточно часто это все в одно и то же время, и уже организм привыкает. И вот эти хорошие привычки можно как-то себе в голове все-таки записать и стараться им следовать. Мы понимаем, что сейчас на яблочке, когда ты там целый день работаешь, уже не протянешь, но забить холодильник именно какими-то здоровыми перекусами и брать с собой что-то более приемлемое для каждого, потому что, опять же, мы должны к себе прислушиваться, какое-то большое над собой насилие, оно потом рикошетом, в общем-то, на нас опять, ну, как бы отодвинет нас назад. Ну, какое-то оптимальное, может быть, соотношение прежнего образа жизни, который нам нравился. И, соответственно, того, что действительно нам больше энергии нужно в холодное время и для работы и так далее. И, конечно, сохранять, пока еще погода прекрасная, и поддерживать привычку или формировать привычку находиться на свежем воздухе. То есть это и машину подальше парковать, если мы на автомобиле, или на остановку пораньше выходить, чтобы пройтись, потому что ничто так не восстанавливает и не возвращает ни мысли, и тело в нужное русло, как вот умеренное, абсолютно ненапряженное, но тем не менее физическая нагрузка в виде ходьбы. Это мы говорим о тех, кто не занимается дополнительной физкультурой, они вообще умнички, молодцы, мы ими восхищаемся. Ну, для большинства, конечно, это такая цель мечта, которую каждый понедельник мы пытаемся, наверное, идти, но не у всех получается так приверженно к этому относиться. Поэтому мы делаем, нужно какое-то сделать, наверное, если мы хотим осознанно, модно говорить, подойти к переходу, постараться выбрать вот эти привычки позитивные из отдыха, из отпуска, и адаптировать их полностью не получится, к сожалению, не стоит, наверное, расстраиваться, но тем не менее что-то взять с собой. Соответственно, мы говорили о сне. Тем, кому не удалось съездить куда-то в отпуск, набраться полезных привычек, и вообще не удалось отдохнуть, восстановиться толком, им остается довольствоваться вот короткими выходными. Вообще это возможно восстанавливаться, восстанавливать силы, не два раза в год уезжая куда-то надолго, а вот такими маленькими порциями. Что такое вообще эффективный отдых? Ведь многим наверняка знакомы ситуации, когда вот удается вырваться куда-то раз в пятилетку, и вместо того, чтобы получать удовольствие и восстанавливаться, только и думаешь о том, какие дела ты не переделал в угоду тому, чтобы сейчас пойти, я не знаю, на встречу с друзьями или в театр, и вообще на что я трачу время, там же дома целая гора, я не знаю, глажки, полы немытые, а надо было еще с ребенком позаниматься. Вот от такого чувства вины избавиться можно в угоду эффективному отдыху? Ну, разное. Это, ну, смотрите, те, кто не уходил в отпуск, у них, как сказать, проблемы адаптации нету, потому что у них уже все привычно. То есть, по крайней мере, им не нужно куда-то адаптироваться. У них может быть некая, конечно, зависть, там, белая, черная, будем называть вещи своими именами, оно так и есть, что кто-то пришел там отдохнувший, загорелый, и это может вызывать какую-то дополнительную злость или какие-то негативные эмоции, которые, естественно, неприемлемы, приемлемы, но как-то обществом не принимается, человек это начинает себе подавлять, становится еще хуже, раздражительность. Вот это такой негативный, наверное, аспект, с которым, ну, стоит, ну, то есть, встретиться. Ну, у нас сейчас стало меньше негатива. Которому не удалось себе отдохнуть. Да, благодаря уходу в соцсети некоторых мы не видим чужих... А, что еще раз? С уходом некоторых соцсетей у нас стало чуть меньше такого негатива завидующих, потому что мы не видим эти постоянные фотки с моря, с побережьей, из каких-то баров и ресторанов. Вот, а вот так вернулся, вернулся, ну, загорелый, да. Ну, слушайте, даже когда раньше и были эти фотки, мы всегда понимаем, что в отпуске куча тоже бывает и негативных эмоций. Если возвращаться до этого, то отпуск у нас делится на два. Типа, те, кто остались довольными этими отпусками, ему не хочется выходить, он сидит там в хандре и в тоске. И те, кто этим отпуском тоже остался недовольным, потому что, как вы это сказали, он, может, был неэффективным. Поэтому завидовать никому не стоит. Ну, вот, стоит провести с тобой такую беседу, что та картинка, которую мы видим, она не является полной. Мы видим какой-то позитивный эффект, который вот нас там будоражит, а на самом деле человеку там могло быть куча проблем, о которых, ну, в норме мы тоже не рассказываем, потому что, ну, хочется выглядеть успешным, и это тоже поддерживается в обществе, такой образ. Вот, ну, поэтому тем, кто не отдохнул, действительно стоит понимать, что отпуск к отпуску, мы знаем, что там и интеллект снижается, ну, какое-то, ну, пропорционально количеству отдыха снижается, конечно, какая-то работоспособность в первое время сложно там вникнуть, нужна, да, адаптация. А человек, который, ну, уже оставался, если он, так сказать, не сорвался, не, да, в общем, остался жив и здоров, то, соответственно, можно сейчас подумать, когда коллеги все вышли, как себя разгрузить. И здесь важно понимать, что когда ограниченное количество времени, нужно начинать с того, что тебе доставляет с определения того, что тебе доставляет самую большую радость, потому что это нам кажется, что всем, не знаю, нравится там, не знаю, вы говорите, там на море, да, там лежать или ходить в ресторан, да, или что-то еще. У каждого, на самом деле, свой ассортимент того, что по-быстрому восстанавливает. Когда мы в большом отпуске, наверное, рекомендация, чтобы отпуск был эффективный, зная, что тебя быстро восстанавливает, быстро восстановится, и попробовать, мы сейчас посмотрим, какие там могут быть сферы, другие разные сферы, чтобы обогатить вот этот свой опыт. Когда у нас времени в обрез, у нас одни выходные, лучше опираться на знакомые такие выручалочки, палочки-выручалочки, которые нас вытягивают из усталости, насыщают нас энергией. И здесь мы не раз, в общем-то, обсуждали, это могут быть истории, связанные с телом. Люди, которые, не знаю, любят там массаж, физкультуру, поесть, даже попить и так далее, получают, не знаю, заняться любовью и так далее. Для них это то, что их насыщает, вот, значит, нужно выходные посвятить своему телу максимально. Представляете, это не у всех так. Это вот есть процент людей, которых вот это восстановит. Пообниматься, поваляться, что-то еще, в общем, такое телесное сделать для своего тела. Есть люди, которым нужно общение, вот им нужно потрендеть с кем-то. То есть они могут быть сочетаемы, в каждом человеке, в какой-то процентном соотношении, но иерархия некая есть. Соответственно, ну, значит, ищем подружку, друга, какие-то уши, психолога, я не знаю, кого, которому мы, в общем, можем излить как раз, что Танька приехала вся загорелая, теперь ничего не соображает там, да, вот, или там, не знаю, наоборот, какие-то позитивными эмоциями поделиться. Тоже выговориться, получить какую-то обратную связь. Кто-то, тоже большой процент, это люди природы. Сейчас прекрасная осень, пока еще, слава богу, тепло, достаточно солнечно, то есть природа, пойти погулять, пошуршать листьями, повдыхать этот запах этих листьев осенью, где-то там, может, на водоеме, рыбалка, зоопарк, конные прогулки, ну, все, что угодно, связанное именно, да, с какими-то вот такими природными животными. Для кого-то это искусство, и театр, выставка, опять же, мы прямо себе составляем некий такой график. Ну, а кто-то любит просто поваляться. Это, конечно, больше относится к телесному такому, да, но есть такое вот потупить, просто посидеть, а дальше уже кто? Вот в городе любит, кто в ресторане, кто на природе, кто в одиночестве. Ну, это же еще надо с собой договориться, разрешить себе потупить, потому что... Вот, нужно обязательно разрешить, потому что, ну, организм наш, наше тело и психика, они, их ресурс ограничен. Если мы ничем не подпитываем наши ресурсы, то, в общем-то, в какой-то момент это все иссякнет, и человек начинает, ну, либо болеть, либо вот какие-то психические начинаются неприятности. Там тревожность повышается, депрессия, раздражительность, тоскливость какая-то, тем более впереди у нас такое обострение, поэтому как раз пока не поздно надо себя чем-то побаловать. Кто-то интеллектуальный, ему нужно там, да, анализировать, составлять графики, планировать вот такой человек, анализ. Там может быть и чтение какое-то такое, да, сложно может ли, может быть составление плана на вперед, или какой-то анализ, там, прошлой жизни, там, ничего-то. Поэтому, когда время ограничено, нужно прям вспомнить, во-первых, опыт свой, ну, как понять, что вам помогает вспомнить, вот, что первое приходит на ум, когда вы говорите отдых в данный момент, картинку, вот, потому что вот эта картинка, автоматически формируемая мозгом в данный момент, она как раз то, то, что нужно. А то, что там, ну, не помыта посуда, да, если, смотрите, вас это удручает, то есть каждый раз это добавляет, ну, какая-то там неубранность, там, да, или что-то там, какие-то дела не закончены, то, конечно же, это лишний раздражающий фактор. Поэтому мы его включаем в план отдыха в качестве того, что надо это сделать, чтобы меня это лишним не раздражало. То есть мы его убираем и потом наслаждаемся чистотой. Конечно. То есть, ну, и тогда это легче сделать, потому что мы убираемся не потому, что нужно, а потому что мне от этого будет хорошо. Это немножечко другая мотивация. А если по большому счёту мне всё равно сейчас, у меня нет на это силы, я не вижу, что все видят, а я не вижу, ну, значит, пока, может быть, надо вот сначала восстановиться, потупить, да, как мы говорим, а потом уже вот это всё убрать и доделать. А существуют какие-то энергосберегающие технологии для повседневной жизни? Вот в том смысле, что мы же часто придумываем себе какие-то лишние причины для переживаний, они отнимают у нас много сил. Можно ли действительно научиться затрачивать вот ровно столько энергии, сколько требует определённая задача? Неважно, там речь идёт о работе, о домашних делах или о каких-то, там, не знаю, социальных отношениях и так далее? Ну, к сожалению, часто то, что нам кажется, мы тратим время слишком много на что-то, оно является покрывающим, покрывающей такой деятельностью. А есть что-то очень важное, на что, к чему мы боимся прикоснуться, и поэтому нам легче вот типа делать вид, что мы вот из-за этого переживаем. Я думаю, что... Сейчас попробую привести пример. То есть нам кажется, что мы переживаем, что там у ребёнка, ребёнок не сделал уроки, что он там не дошёл, не пошёл, а потом, когда начинаешь разбираться, оказывается, что когда мама целый день сидит и думает о том, как её ребёнок не сделал уроки, она старается в этот момент не думать, что там у неё с папой не те отношения сейчас или на работе какая-то проблема. Поэтому здесь важно понять, зачем мы об этом волнуемся, не является ли это как раз неким уходом и облегчительной такой негативной эмоции, потому что есть что-то, о чём думать совсем сложно. И если есть такая связка, то, конечно, мы будем эту жвачку жевать в голове и думать о какой-то как бы несущественной проблеме. А на самом деле просто не будем хотеть думать, может быть, о том, что мы вообще решить не можем, и для нас как-то невыносимо и непонятно. Ну а для того, чтобы эффективно всё функционировать, действительно, есть некие схемы, когда мы делим наши дела по определённым критериям и делаем их в определённой очерёдности. И мы тоже уже про это говорили, но никогда не поздно напомнить в начале года, что сначала мы делаем срочное и важное, мы пишем такой списочек, потом срочное и неважное, потому что мы понимаем, сроки – это важнее важности. Потом важное и несрочное, и вот в последней графе у нас остаётся неважное и несрочное. И тогда вот последнюю вот эту клеточку мы либо откладываем на очень долгий срок, либо вообще можно, наверное, это не делать, раз это неважно и несрочно. А если сейчас многие начнут анализировать, многие как раз начинают с конца, когда это неважно и несрочно, но хоть что-то начнут делать. То есть то, что неважно и несрочно, в принципе, часто можно не делать никогда. А нужно начать с того, что срочно, чтобы потом вот этот не висел над нами груз недоделанного, или в последний момент мы начинаем делать, и, конечно, это всегда более энергозатратно. Поэтому сейчас нужно понять, что срочно, но мы должны сделать в течение первого месяца нашего выхода на работу. Вот из них важное мы делаем в первую очередь, менее важное во вторую очередь. Ну, а дальше уже смотрим, как дальше остальное будет потихоньку отваливаться, скорее всего, потому что никому, в общем-то, эта суета была не нужна. Не знаю, несрочно и неважно, это купить там с правильным красным оттенком колготки ребёнку. Я просто общаюсь тоже с мамами, и это может стать такой проблемой, такой проблемой, что, понятно, мы всё откладываем, а через месяц это уже никому не нужно, и вообще никто, может, их носить не собирался. Ну, такой вот банальный родительский пример. Конечно, обложка и всех видов на каждую очередь. На который тратится очень много времени. На который тратится очень много времени. Или что там нужно что-то нам там приготовить, может быть, я про женщину говорю, или там мужчине срочно посадить дерево прямо сейчас. Ну, хотя иногда можно подождать и сделать то, что действительно по срокам, прям вот, прям вот, прям вот, чтобы потом не жалеть. И нужно учить этому детей. Вот, если завтра у тебя контрольная, то тебе надо срочно и важно к ней подготовиться, а не сделать аппликацию, которую можно пересдать там на следующей неделе. Хотя, наверное, может быть, учительница там более строгая, но по большому счёту контрольную переписать сложнее. Тайм-менеджмент потихонечку с раннего возраста. Ну, конечно, конечно, да. Ну, начинать надо с себя. Тогда это будет автоматически уже в семье. Я думаю, неважно, вот, насколько давно человек закончил школу, вуз, чем связана его профессиональная деятельность, всё равно многие продолжают воспринимать первое сентября как начало года. Тут, ну, я не знаю, генетическая, что ли, какая-то память, да, что мы помним начало года с первого сентября, с осени. Начало нового сезона, начало новой жизни. Ну, вот это вот любимое, начиная новая жизнь с понедельника. Вот насколько правильно это делать? Есть ли здесь какие-то опасности? Как сделать так, чтобы неизбежные неудачи не отвратили нас от этого? Я думаю, что с этого вопроса мы начнём сразу после новостей. Мы продолжаем. На связи со студией клинический психолог Мария Киселёва. Я напомню, наши координаты 5533 – это номер, короткий номер для ваших сообщений. Они должны начинаться со слова «ВЕСТИ». И плюс 7903-176-363 – это наш WhatsApp-номер. Тоже для сообщений. Аудиосообщения туда присылать не нужно. У нас просто нет технических возможностей их прослушать. Мария Георгиевна, мы остановились на том, как правильно выстраивать свои планы, формулировать для себя намерения, чтобы срывы, которые неизбежно случаются, они не приводили к полному отказу от всего, что мы собирались совершить. Ну, действительно, получается, что, опять же, мы учим, нас учили всему, что только можно собраться, воспитывать силу воли, стараться строить планы, тайм-менеджмент, но вот это умение переживать какие-то неудачи, ошибки, срывы, рецидивы, на самом деле мало кто когда кого учил. И вы совершенно правы, что это такое умение, которое позволяет, несмотря на какие-то совершенно естественные колебания, скажем, успеха и неуспеха, продолжать двигаться к своей цели. И это умение, если не заложили уже в детстве, то есть это такой некий анализ, когда ты можешь понять, что действительно сделано было неправильно, тобой, что действительно от тебя не зависело, а такой тоже вариант вполне себе возможен. Более того, умение разграничить свою ответственность и то, что просто изменить, в принципе, наверное, бывает не всегда возможно, и никто бы на этом месте не справился. Очень важно. И главное потом, поняв свои ошибки, проработав их, простить себя и двигаться дальше. Для этого нужно в себе найти такого доброго, поддерживающую часть, мы бы сказали, какого-то доброго родителя, маму, бабушку, кто у кого, кто, в общем-то, был таким поддерживателем, или какой-то еще персонаж, внутренний, который может сказать какие-то добрые слова, не загнобить, не заругать уже до состояния, когда руки опускаются. А вот проанализировав ошибки, в общем-то, двигаться дальше. Конечно, есть два варианта, когда... Здесь принцип из седла в седло, то есть, когда перед нами чистый лист, нам кажется, там, чистая тетрадь, мы хотим писать там красивым почерком и без помарок, но как только начинаются ошибки, хочется ее порвать, выкинуть и начать новую. То есть, перенося на нашу ситуацию, дождаться следующего понедельника для начала новой жизни, следующего нового года, следующего сезона и так далее. Вот здесь важно именно продолжить этот процесс, несмотря на все неудачи. Ну, здесь сложно, действительно, под одну гребенку как бы перевести, это так нереально все ситуации, потому что, если мы возьмем спорт из седла в седло, конечно, если упал всадник, он должен сесть сейчас же. Вот, но это такая ситуация. Когда-то нам нужно время. Когда-то нам нужно время, чтобы эти ошибки проанализировать, чтобы не упасть второй раз через пять метров. Поэтому, наверное, еще умение понимать, то есть, если у нас какая-то ситуация экстренная, нам нужно, не знаю, у нас соревнования, у нас там сроки, не знаю, то есть, у нас какое-то есть ограничение и давление по времени, по месту, по какой-то угрозе. Мы должны просто продолжать это делать, не анализируя, просто пытаться, как бы, и, собственно, обычно так и происходит, в норме. А потом, когда, скажем, проект достигнут, цели достигнуты, ну, я думаю, все со мной согласятся, накатывает. То есть, ну, что-то там бежали-бежали, спотыкнулись, встали, побежали дальше, а потом, когда можно выдохнуть, раз, у нас идет переработка. То есть, одеться от нее вы никуда не денетесь. То есть, просто, либо, если у вас есть время, вы делаете это, паузу прорабатываете, идете дальше, либо, если времени нет, вы продолжаете, как вы говорите, из седла в седло, выбросили, начали заново, но потом надо сесть и подумать, что это было. Нужно, чтобы оно не повторялось. Иначе, конечно, иначе это будет, иначе это будет просто замкнутый круг и наступать на одни и те же грабли. Известная всем история. И, кстати, у многих так и получается, потому что вот они слишком быстро скакивают, но это не умение проработать ошибки, это не то, не то, о чем я говорю, что есть два варианта. Один плохой вариант, это когда мы просто опустили руки, отказались и все, не анализируя, почему. Может быть, действительно цель была и неважная, может, стоит от нее отказаться, но тогда не будет сожаления никакого и ты не будешь себя чувствовать неудачником. А может быть, другой вариант, когда мы слишком быстро это выбросили, пошли дальше, там машина сломалась, продали, купили новую, жена не понравилась, развели, завели новую, там, да, ну, работа, начальник плохой, уволился, пошел заново. То есть, может быть, со стороны это выглядит как некая эффективность, на самом деле, конечно, никакой эффективности нет и такие люди обычно, собственно, циклично это все меняют и не достигая, опять же, какого-то удовлетворения полного и не понимая, почему, в общем-то, так происходит. Поэтому работа над ошибками тоже большое умение, которое не должно нас разрушать, с одной стороны, то есть каждый человек ошибается, не бывает такого, что вот, просто мы устроены так, человек, он сравнивает и нас учит со школьной скамьи, с детства, с раннего, с любого сравнивать. А вот Ванечка так учится, но мы же не знаем, что там Ванечка делает. И хотели бы ли мы, чтобы наш ребенок там не играл, не отдыхал, и целыми днями там учил какую-нибудь там поэму, чтобы потом ее выдать, и все сказали, какой Ванечка молодец, и мы поставили в пример нашему ребенку, а если посмотреть вот на весь процесс, то есть мы детали, наше восприятие так устроено, оно выбрасывает ненужные детали, оно цепляется за то, что нам выгодно в данный момент. Также мы смотрим, что там у Марии Ивановны семья-то шикарная, там и дети-то все помытые и причёсанные, и отличники. А что там Мария Ивановна, там, не знаю, по ночам рыдает, там, или что она там грызет локти и вообще ненавидит. Все это мы не видим этого, правда ведь? Вот, а поверьте, за всем, за всем любым результатом есть большие вложения. Не каждый готов на эти вложения, а нам кажется, что это все просто. Теперь всё-таки давайте перейдём к детям. Нам нужно успеть поговорить об этом. Ответственные родители, отличники родители, они начали готовить своих детей заранее, как вы и сказали, постепенно возвращаться к режиму дня, к распорядку, там, вспоминать вместе с детьми, как пишутся буквы, как выглядят цифры. Но мне знаком и другой подход. Я знаю, что есть такое мнение, что если ребёнок к концу августа уже будет изнемогать от безделья, то в сентябре он с благодарностью воспримет все виды занятий, активности, которые мы, или не мы, а школы, в первую очередь, ему предложат. Вот есть ли какое-то рациональное зерно в этом подходе? Или это просто родители так оправдывают своё, там, неумение или невозможность посвятить себя процессу вот этого плавного въезжания в учебный график? Ну, смотрите, отдых действительно необходим всем и детям в том числе. И такой полный отдых тоже. То есть считать, что ребёнок забудет всё и никогда не вспомнит, в общем-то, это глупо, потому что, ну, что он прошёл в школе за лето, если он ничего не будет делать, ну, конечно, это, ну, так не бывает, потому что, вот, более того, я скажу, что даже если он всю лето занимался, всё равно по статистике усреднённый, конечно, собственно, иначе мы бы были, не было бы гениев там и совсем, да, людям, которым сложно учиться, но тем не менее человек запоминает 25% от того, что он когда-то слышал. Вот, поэтому будете вы учиться, не будете вы учиться, вот вы сейчас помните школьную программу, с отличником поговорите, ну, да, и там, и с двоечником. Ну, важно, чтобы двоечник тоже что-то слушал, скажем так, ну, да, то есть с тем двоечником, который всё слушал, но он двоечник просто, потому что ему было лень что-то там делать, вот в этом плане, да, что у него с интеллектом всё в порядке. С большой вероятностью они помнят одинаковые какие-то факты, вещи, поэтому прямо убиваться, наверное, не стоит, но дальше мы идём от того, всё равно мы должны понимать, какой у нас тип ребёнка, вот, какой у нас тип ребёнка, то есть есть детишки, которые, им нужно действительно больше времени на адаптацию, причём действительно это могут быть даже и отличники, но они вот такие немножко медлительные, действительно им нужно больше времени усвоить, соответственно, больше времени вспомнить, им нужно действительно подготовиться за неделю, за две, чтобы нормально установился режим, и с такими детьми, конечно, можно, надо чувствовать это, да, нужно видеть, что с ребёнком нужно заранее что-то начать заниматься, чтобы у него не было стресса, когда другой тип детей, которые, ну, холерики, там, санглинники, которые, на самом деле, достаточно быстро адаптируются, у них там другие проблемы будут, да, они там перевозбуждаются, там, наоборот, вот такое, да, но они быстро адаптируются, есть тип людей, которые совершенно спокойно, как я говорю, за неделю там всё вспомнят, ещё даже лучше, потому что, как вы сказали, они отдохнули, у них свежий мозг, им интересно, у них такая жажда, их там не мучили, вот, вот, поэтому нужно у каждого, вот, наверное, своя абсолютно стратегия, именно она должна быть на индивидуальные особенности этого ребёнка направлено, если это ребёночек, там, с какими-то соматическими историями, то есть, у него уже работоспособность снижена, он может быть умничка, действительно, он себя тихо ведёт, у него хорошее поведение, но вот эта первая неделя, когда быстро, голопом по Европам там всё повторяет, он не сможет усвоить это всё, а если вот не напряженно с ним в течение всего времени какая-то проводилась работа, то он, в общем-то, вполне себе впишется в эти все истории. Про взаимоотношения... Поэтому ответа единого нету. Про взаимоотношения в классе. Вот летние каникулы, это я и по своему ребёнку наблюдаю, очень благотворно, так терапевтично влияют на отношения между одноклассниками. Какие-то старые конфликты, они забываются, они теряют важность, актуальность, они просто перерастают, то, за что они там ещё весной готовы были стоять насмерть, сейчас они уже даже внимания на это не обратят. Но новеньким намного хуже, новеньким сложнее. И с новенькими тоже бывает трудно. Вот есть варианты, что кто-то приходит и как вот лучшая защита нападений, пытается подавить других, чтобы самоутвердиться, завоевать внимание. Что-то, может быть, там получить какое-то замечание, чтобы в глазах одноклассников заработать какие-то очки. Другие, наоборот, пытаются понравиться по-другому, быть удобными для всех, делиться всеми игрушками, давать списывать, покупать новым друзьям шоколадки в буфете. Ну, не потому что такой искренний порыв, а просто для того, чтобы себе вот так купить дружбу. Вот как от этого оградить детей, и что нужно сказать своим детям, тем, которым предстоит вливаться сейчас в новый коллектив? Ну, смотрите, вы перечислили совершенно разные вполне адаптивные тактики. Наверное, самой неадаптивной тактикой, которую вы не перечислили, это когда ребенок приходит, забивается в угол, ни с кем не общается, и вообще даже не пытается как-то заявить о себе. Вот это, наверное, самое страшное, что может быть. А то, что вы заявили, представьте, что взрослый приходит в коллектив. Ну, кто-то тортик принесет, а этот шоколадки, ну, хорошо. Кто-то, естественно, начнет из себя что-то строить, раздувать там хвосты там свои, павлини расправлять, показав, что там меня не трожь, там я вот такой весь из себя, или там наоборот ершица, в общем-то. Кто-то начнет шутом работать, шутить, там хохмить, курилки, там я имею в виду взрослых. Поэтому у детей на самом деле тот же ассортимент, только, ну, на таком детском уровне. Вопрос в том, что обычно дети этот ассортимент, конечно, забирают от родителей, вот потому, что это некие модели, которые уже там в голову входят и, соответственно, ложатся на какую-то генетическую предрасположенность. Но важно, наверное, с детьми это обсудить и объяснить, что это некая тактика, что это не такой человек, вот он такой вот, понимаете, а просто сейчас такой период, когда нужно вот эту тактику на какой-то момент использовать. И в каждой семье, в общем-то, каждая семья сама решает, какая тактика, им кажется, более эффективной. Потому что такого ответа прям нету. Психологи не скажут, что это хорошо и плохо. Идет, переходит в новый класс. Какие моменты здесь должны насторожить? Вот уже прозвучало, что если он никак не пытается себя проявить, не пытается взаимодействовать с другими, а что еще вот в отношениях с одноклассниками может стать таким звоночком, что пора включаться или пора подключать классного руководителя, ну или как-то, по крайней мере, заниматься этой ситуацией? Ну, если это вообще младшая школа, а там в основном какие проблемы, то, конечно, это начинается проблема со здоровьем, причем такие, реальные у человека, может там, то есть ребенок не хочет идти в школу и говорит, что там у него болит живот, и он может думать, что он обманывает, но чаще всего оно так и есть, потому что это психосоматические какие-то такие проявления, или даже температура может повышаться, совершенно непонятно, без повода, сон нарушается, аппетит нарушается, ну и вы вообще видите, что ваш ребенок не такой, как всегда, в двух вариантах, опять же, либо он был веселый, жизнерадостный, живой, а стал вялым, тихим, не знаю, там засыпает на ходу, либо он был спокойным, тихим, приходит раздражительный, наоборот бегает, может что-то ломает, кричит там, в общем, как-то себя ведет, не так, как обычно, это даже если ребенок ничего не рассказывает, вот, второе, действительно можно, опять же, начальная школа, мы еще все-таки помогаем социально адаптироваться, достаточно активно, не надо это делать при ребенке, чтобы он не думал, что это какая-то гиперопека, но поинтересоваться можно, а как он там, кто-то общается, не общается, с ним, пытается ли он там взаимодействовать, ну и естественно, разговоры с ребенком, потому что, если провести опрос детей, какой вопрос тебе задает опрос детей, спросить, о чем тебя спрашивают родители, то, ну что сегодня в школе, как оценки, вот, да, основное, ну может еще спросить, ну а что еще интересного, а что сегодня ели, что был на обид, вот, либо, да, что сегодня ели, вот, то есть, как бы, вот о какой-то внутренней жизни, самый интересный, который на самом деле, если начинать это с самого начала, спрашивают дети, хотят делиться, потому что это мы хотим, чтобы они ходили учиться, а, конечно, дети прежде всего ходят общаться. А мы можем сейчас очень быстро дать рецепт тем, кто, может быть, не привык вести такие диалоги с детьми, как должны быть сформулированы вопросы, чтобы ребенок понял, что это про него, а не про режим, там, распорядок дня в школе, не про уроки, а про него самого. Вот коротко. Ну, можно начать со своей истории, когда я был маленький, я тоже ходила в школу, у нас был такой хулиган, слушай, а у вас есть какие-нибудь хулиганы? Да ладно, а у нас он там кидался бумажками, там, из ручки шариками плевался, у вас не делают, а что у вас делают? Когда вы встанете на один уровень, и ребенок знает, что вы не будете его ругать, там, или что-то, а просто вам интересно, и это ваш разговор искренний, он будет больше делиться. И самое главное, что если вы что-то увидите там, то, что, у вас вообще волосы стали дымом, да, мы тоже над учительницей издеваемся, там, положили ей кнопку, не вскакивать, не говорить, ты что, с ума сошел? Как вы могли? А сказать, слушай, ну как, и что она, а маму не жалко, ну как-то пойти, понимаете, по пути диалога, как если бы вы беседовали со своим другом, а не сразу в такую в родительскую стойку вставать кобры и не кидаться. Тогда ребенок, конечно, ничего рассказывать не будет. Есть еще один аспект, очень важный, связанный с новенькими. Сейчас в Подмосковье почти в каждом классе появились ребята из Луганской и Донецкой народных республик. Всегда, почти всегда, мне кажется, когда появляется человек с трудной историей, коллективу это тяжело. Здесь, конечно, многое зависит уже и от учителя, но и от родителей тоже. Что важно объяснить детям, в чей класс пришли дети-беженцы? Ну, значит, родителям нужно понимать, что какая бы сложная ситуация ни была, дети адаптируются, особенно если есть принимающая среда. И сейчас наша задача это принимающую среду сформировать. Объяснив, что действительно детям было сложно, они новенькие, они приехали из другого города, им нужно время, чтобы адаптироваться, поэтому они могут себя как-то не знать, как вести, не нужно давать оценки, как бы хорошо, плохо, ну, просто они еще не привыкли к таким правилам. Это не значит, что их нужно жалеть там как-то, но то, что они нуждаются в помощи и в поддержке, это точно. Вот, если они себя ведут как-то, ну, странно, опять же, если есть, ну, с точки зрения детей, опять же, есть диалог, мы обсуждаем, а что значит странно, и как раз с детьми развиваем эмоциональный интеллект, пытаемся понять, строим гипотезы, мы не знаем, почему они так или иначе себя ведут, а почему так может быть, и есть ли возможность им как-то помочь, то есть нет, наверное, не стоит их идеализировать, что, ой, принеси ему конфетку, дай ему шоколадку, а то вдруг он голодает, это такой немножечко, да, сверху подход, тоже не самый там хороший, вот, легче узнать, может быть, там нужна какая-то помощь, если есть возможность, мы бы помогли, это уже более сотрудничающий такой подход. Ну, а так объяснить, что бывают действительно разные ситуации в жизни, и дети себе этот путь не выбирали, дети-то вообще ни в чем не виноваты во всех ситуациях, просто так складывается жизнь, что вот они попадают в какие-то сложные, сложности такие имеют, и повторюсь, нужно всегда верить, и всегда есть в классе дети-спасатели, которые вполне себе возьмут на себя роль тех, кто поможет вписаться любому новичку, даже самому странненькому, и самому несчастному, или самому сложному, потому что, ну, так устроено общество, в том числе и детское, что там есть, естественно, агрессоры, которые могут нападать, есть жертвы, которые выбираются, и есть спасатели, вот, и если это классный руководитель, там, слушает нас сейчас, или это родители знают, такое за своими детьми, вот, можно к ним обратиться, потому что для них, естественно, помочь, и уже у этих детей будет поддержка, вот, ну, мы понимаем, что роли на самом деле меняются, то есть это не значит, что это навсегда так, просто в коллективе всегда делится, вот, на какие-то определенные группы, весь коллектив. Вот, что касается детей-спасателей, да, если у нас остается совсем немного времени, буквально две минуты, если можно коротко, есть ли опасность вот в этом случае, когда мы видим, что ребенок, ну, уж слишком много берет на себя ответственности за других, он все время приносит домой больных котят, он все время приводит домой друзей, там, покормить, спасти, там, я не знаю, кто-то порвал штанину, приносит мам за шею, а то его дома убьют, в общем, он берет на себя опеку, в общем, за все и вся, здесь нет какого-то перекоса, и не стоит ли нам обратить внимание, что, может быть, наш ребенок что-то замещает вот этим? Конечно, стоит, то есть мы должны понять, либо действительно ребенок это отдает, потому что ему очень много дано, и, в общем-то, он просто делится, а второй вариант, что часто так себя ведут дети, которые хотят, чтобы так с ними повели, как психологическая защита, как раз, которым, может быть, чего-то не достает, и они, давая другим, во-первых, получают назад благодарность чаще всего, это их подпитывает, а второе, как именно обращаются с другими, так как они хотели бы, чтобы обратились с ними, и это тоже их успокаивает, то есть если это чрезмерно, и постоянно, я сказала, означает, что роли часто меняются, в одном коллективе, так этот ребенок ведет, в другом он может быть нападающим, еще как, кого-то там начать и потравливать, и все, то есть это не монороль, а если, конечно, он всегда всех вытаскивает, и все, нужно понять, не является ли это таким способом почувствовать собственную нужность, любимость, и получить как раз хоть какое-то одобрение, вот, тогда мы тоже можем об этом поговорить, вот это делаешь, ну и, соответственно, привести, то, что вы сказали, мама за шеей, кому-то, мама там, покорми кого-то, это немного тоже не про... К сожалению, заканчивается время, спасибо за эту программу, клинический психолог Мария Киселева. Продолжение следует...